Всем привет! Мы внезапно не в Александровском саду, как это могло бы показаться. Мы находимся на Манежной площади, где сейчас собрались люди, кого не пустили в Александровский сад. Александровский сад оказался полностью перекрыт. Окей, окей, окей. Окей, блин! Собственно, здесь сейчас собралась довольно много, где сделаем варианты, у меня что за маечки? Маечки яблок с надписью «Россия требует перемен», довольно мило. Законный митинг «Путь по женскому государству». Ну и кто-то говорил, что человек 50, в принципе, я согласен с этой цифрой. Пришел Митрохин. Кто, кто пришел, получит наказание, видишь, что он по трубке. Я уже не рискую агитировать людей приходить. Но все, кто понимает возможные последствия и хочет прийти, те... Ладно. В общем, я тебе показывал Митрохин, но он говорит очень хорошо об этом. Я говорю о том, что рассчитываю на его вменяемость все-таки. Рассчитываю на его разум. Я думаю, что он понимает гибельные последствия для самого себя, если такие законы будут приниматься. Он сказал, что будет ссылаться на европейскую практику. Сегодня Европарламент уже осудил эти поправки. Вот ему, пожалуйста, европейская практика сказала, как она к ним относится. Значит, он должен сделать выводы. Ну что, гуляем. Гуляем. Куда гуляем? До утра. Куда гуляем? Мы.. Вы являли вчера алиова укрок, алиова укрок. Как там держитесь? Как там держитесь. Ааа держимся? Ну, разга... Рассчитываю, что она Я очень доволен, кстати, что у него есть народ. Она молодец, конечно. Кстати, странно, с друзьями работают в рыболке. Там был вот у Александрского сада чувак из 1-го полка, он очень осуществился. Бородится и снимал. Да, помнишь, как они выдавливали от Думы? Вот именно от самой Думы, как выдавливали. Вот. Вот ты опять переработал. Это по отличиям. Мне жалко периодически. Эти люди мне жалко просто. Они просто какой-то западней. Не могут, не просят работу. Ну и при этом они, понимаешь, занимаются жалстыми вещами. Да, они были согласованы. И тут тоже всегда в рамках агитации. Всем привет. Ну что, есть примерно план, куда мы дальше будем гулять? Остается яблоко жиговского. Отлично. Яблоко жиговского, внезапно. Блокственность яблока. Яблоко жиговского. Канал Пик. А теперь сейчас спросите, а почему вы успели собраться здесь? Что-что? Не понял. Почему вы решили собраться сегодня здесь? Это законно или ведущий вопрос? Утром мы проводили одиночные пикеты Совета Федерации против принятия этих маурских поправок. Вечером, когда Совет Федерации уже принял решение, вот-вот поправки будут подписаны президентом, мы пришли сюда, к президенту, хотели поближе в Александрский сад, но власти нам закрыли сад, не хотят, чтобы мы там гуляли. Вот. Мы сегодня сейчас призываем президента вот в такой форме, протестных гуляний, не подписывать этот закон. На майках написан наш узелок основной, с которым были вчера у Госдумы второе, третье чтение, сегодня с утра у Совета Федерации. И сейчас поправки в закон о митингах-путь к фашистскому государству. Это государство будет рекрасивым, открыто дептаторским, сорвавшим все демократические маски, которые он раньше пытался напялить. Мы призываем сегодня этого не делать, потому что ударит это в кончете по нему самому. Как вы думаете, есть шанс? Шанс есть. Шанс есть. Он сегодня уже пытался немножко постелить соломки, он сказал, что будет изучать европейскую практику. Вот. Как будто до этого не было возможности ее изучить. Но европейская практика сегодня ему сказала, что ей не нравятся эти поправки. Европарламент принял соответствующую резолюцию. И осудил сегодня наше задержание вчерашнее. Так что я думаю, что если он держит свое обещание исходить из европейской практики, он не должен подписывать эту поправку. Вот. Итак, всем еще раз привет. Мы сейчас находимся на Маняжной площади в Александровский сад. Нас не пустили ОМОНовцы из 1-го оперативного полка. Здесь и сейчас, я думаю, в целом около 50 человек. Мероприятие нигде особо не пиарилось. Ни в Айгапраша, ни в народ против. И, собственно, сейчас мы, видимо, пойдем на какие-то протестные гуляния по Москве. Можно будет пойти, допустим, я буду лоббировать проход на Цветной бульвар. Или, может, пойдут на Арбат. Мне неизвестно, на самом деле, наш маршрут. Так или иначе, сейчас Александровский сад перекрыт полностью. Ребятами из 1-го оперативного полка. Недвико сотен, это основные... Это те, кто гуляет просто по Манежке. На самом деле, на Манежке всегда много народу. Эти не... Собрание журналистов. Ну, понимаешь, их журналисты чего-нибудь нарушили. Например, быстро... А, понимаешь, в чем прикол? А журналисты очень часто перекрывают проезжую часть. Так вот... Слушай, перекрытие проезжей части является достаточным основанием для того, чтобы... Нарушением это считать? Как думаешь? Я думаю, не знаю. Нарушением со стороны полиции? Со стороны митингующих. Ну, является. Так вот, журналисты постоянно это делают. Если свадьбу можно принять за митинг при нарушении штрафа дать, почему нельзя сделать это с толпой журналистов? Ой, ну, тут там маразм во всем. Это и так понятно, да. То, что любой там какой-то флешмут... Господи, сколько они перекрывают? Вот, действительно, движение. И как-то это было, когда митинг был Путинг, извините. Когда наш митинг никому не мешает. Когда Путинг, он перекрыл всю поклонную гору. Там какое-то метро, да. Там не выйти, не зайти бы. Вот. Короче, журналисты тоже, может, не поздоровиться, я чувствую. Да, действительно. Вот. Журналисты у меня тоже дофига. Вот это самый грузинский канал Пик. Смотри, 20-30 КС каждого участника, да? Прекрасно. Вот. Кто-то уже в этих самых футболках про фашистскую диктатуру. А я... Двое скромно выглядящих ОМОНовцев. Блин, а у кого-то есть знаки полыхалов, а у кого-то нет. Я вообще не записываю. Мне просто... А он лучше как. Вот это лучше. Списывай. Я позвонила в 02. Я ещё могу. С чего записываю, пока закон не нарушаете? Привет. Привет. Ну, вообще, на самом деле, это как всегда. Каждому поделись. Каждому поделись. Не знаю, чем делится опытом грузин, но грузин, так понимаю, гораздо лучше стать всеми законодательством вообще. Ну, это такое, так сказать, общее место среди, так сказать, оранжистов, что в груди, в принципе, всё довольно-таки неплохо после оранжевой революции. Это речи от того, что сейчас происходит в России. Вот, внезапно, кажется, люди пошли гулять довольно массово. Но вот это, по-моему, масса здесь уже гуляет. Ну, значит, это вот общее место про то, что в Грузии всё лучше, но, в принципе, верно. Я помню, какой-то фрик мне сегодня утверждал, что Саакашвири преемник Шеварнадзе. Вот, здесь довольно много активистов «Яблоко», судя по футболкам, и, наверное, те, кто не о футболках. Вот, в принципе, покажу вам Александровский сад сейчас. Что интересно, Александр сад сейчас работает по системе «Ниппель», то есть я лично видел, как нежника человека оттуда выпускали, но впускать у Александровского сад, кажется, никто никого не собирается. Вот, в принципе, изначально мы собирались гулять вот здесь, но, увы. На основании восьмой статьи не придут. На самом деле, раздает человек десять, двадцать, тридцать, ну да, пятьдесят человек есть, а можно даже больше. Ну, депутатов такое не распространяется, депутат не может быть привлечён к индивидуальной ответственности, в принципе, кажется. Будь то девятнадцать, пункт три — двадцать, пункт два или другая фигня депутата к ответственности невозможно привлечь. Ну вот, прогулочка продолжается. Фоткаю своей решёткой, видимо, фотографировать полицию массово. Вот там вот четверо полицейских охраняют наш покой. Курналистов тоже, наверное, могут повязать. Мы думаем, что очень сильно растянемся. Вот, в общем, отверну фото решенеровского сада. Митрохин. Митрохин, да? Ну, как Митрохин, ну, яблоко тут половина, не больше, остальное — гранатские активисты. Вот, вот с чего начинается такая круговая прогулочка по манежке. Привет. Привет. Если не сидел два часа, вы куда едете двух людей. Рассказывай. Очень просто. К нам подошли и сказали, что для профилактической беседы. Привели. Заставили писать объяснительную. А потом два часа держали. Что вы делали-то? Просто нас держали и изобретили. Мы пришли заранее. Просто стояли у СССР? Нас попросили, вот он обманул нас и попросил, типа... Говорит, я всё равно вас задержу, Паша. Пойдёмте, я сейчас напишу. Вот, удержали нас два часа. Вот такой вот трэш. В общем, прогулочка по Красной площади продолжается. Ей по манежной. В Красной виде тоже перекрыто полностью. Автозак прилагается. В общем, гуляем вместе с Митрохилом. Игорь! 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 Ой, решили почитать Пушкина, видимо. Так, давайте-ка я сохранюсь, потом верну. Игорь! Игорь!